Первый месяц Священного Писания Второе место Священного Писания Я прочитаю, я его прочитал в Барнауле, но в этом стихе я говорил не одна тема. Это первое послание Коринфянам, первая глава, девятый стих. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Передо мною брат Ричард говорил о молитве. Друзья, я хотел бы немного добавить. Тема о молитве уже была сказана важная, сложная, я бы добавил, но и очень ценная. Я по многим церквям неоднократно говорил о молитве. Я люблю тему о молитве так, как и люблю молитву. Вы знаете, о молитве можно рассуждать о восьми пунктах, какие бывают молитвы на основании Библии, на основании Слова Божия Нового Завета. Но я больше всего обращаю внимание, не какие бывают молитвы, а какое значение на основании Священного Писания имеют молитвы или молитва. При моем обращении внимания на Слово Божие я нашел четыре варианта, где Слово Божие характеризует молитвы. Я хотел бы, чтобы, дорогие друзья, как я, говорящий, так и вы, слушающий, не посмотрели это, как на лекцию о понимании, а могли принять это для себя, для практической жизни. Во-первых, значение молитвы – это общение человека с Богом. Хотя я часто говорю и на тему общения с Богом, потому что это тоже вопрос неоднозначный. О чем я и говорил отчасти с 1 Коринфянам 9 главы, что именно верен Бог, который призвал нас в общение Сына Его, Иисуса Христа. Общения бывают разные, но брат Ричард, сколько ни говорил о молитве, основной стержень был в его словах, я бы сказал, что это не форма, а это внутреннее общение человека с Богом. Некоторые считают общение с Богом – прийти и послушать здесь Слово Божие. Это тоже правильно и хорошо. Но можно сидеть, некоторые считают, что именно что-то сказать Богу, а мысли блуждают, как выражают, извините за выражение, на базаре, считают это общение с Богом. Это не общение с Богом. Общение с Богом, когда внутренность человека чувствует это присутствие, и это дает радость, это дает способность, дает силу нести все то, что встречается в твоей и моей жизни. Общение с Богом, молитва, я отчасти упоминал уже какой-то день, что это меняет состояние человека. Поэтому очень важно, чтобы именно вы, как и мы, служители, неся служение, понимали, здесь много говорилось о том, чтобы именно Бог давал. Но для того, чтобы именно нам получить способность, как в нашем отношении, так и подать пищу для детей или для тех, кому мы служим, важно иметь общение с Богом в внутренности своей, а оно в молитве. Я только немного хочу остановить внимание, потому что это целая тема. Второе значение молитвы – это служение. Я не буду, повторяюсь, много распространяться. Если мы читаем Луки 2 главе 37 стих, там написано, что Анна постом и молитвой служила Богу. Это служение. Мы понимаем, конечно, везде служение мы, служителя, говорим Слово Божие. Но служение молитвы, подчас весомые, неужели наши слова? Я бы привел, и часто я приводил, и в нас в Новосибирске, они слышали, знают, ряд примеров, где Бог отвечал, что самое весомое наградо – это за труд молитвы старец. Это служение. Молитва – это служение. Не говоря уже о том, что человек в молитве исполнился Духом Святым и поет Духом. Я не знаю, сколько здесь сидящих знают пение Духом. И именно это в молитве – это служение Богу, прославление. Молитва – это труд. Господь через пророка Исайю говорит, «А ты, Израиль, не взывал ко мне, ты не трудился». Хотя дальше там говорит, «Но этот народ я образовал для себя, он будет прославлять меня». То есть было предсказано о нас с вами, о народе, на котором почиёт Дух Святый, который Бог наполнять будет Духом Святым, и они будут служить Духом. Слава нашему Господу! Молитва – это явление силы Божией. И по молитве поколебались узы темницы, поколебалось место. Что-нибудь из этих четырёх пунктов вы переживали, вы видели, вы совершаете. И поэтому сегодня Бог говорит для нас с вами, чтобы мы понимали смысл молитвы. Слава нашему Господу! Да благословит и да поможет Господь! А сейчас мы остановим внимание на прочитанных словах. Я считаю, что это место Священного Писания 67-го Псалма, где Давид воспевает Господу и говорит, «Обильный дождь проливал ты, Господи, на наследие своё». Вот этими словами я считаю и посчитал, необходимо добавить то, что мы сегодня здесь слышали. Через слово, через откровение, что именно Бог давал пищу, Бог давал одежду, Бог давал обувь, Бог проливал дождь на нас с вами. Слава нашему Господу! Это хорошо, это приятно, это и полезно для нас с вами. Но я не хочу на этом остановиться. Я прочитал и другое место Священного Писания, которое говорит о том, верен Бог, который призвал нас в общении Сына Его, Иисуса Христа. На мысль общения с Богом я в Барнауле полчаса говорил, но я только немного хочу пробежать, но я не об общении сегодня хочу говорить. Я редко люблю повторять одни и те же проповеди, хотя в разных церквях, но я хотел бы обратить внимание в основном на первые два слова. Верен Бог. Я говорил, что общение с Богом, слово «общение» в русском языке понимается взаимоотношение двух или более личностей. И поэтому взаимоотношения могут быть очень разные. Есть люди, которые вообще не имеют никакого отношения, даже не знают, что они есть. Это относится и к Богу. Есть люди, которые не знают, что Бог есть. Есть люди, которые знают, но они не имеют мира с этими людьми. Есть христиане, которые называются христианами, но которые не примиренные. Я не хочу говорить об этом, о примирении с Богом. Это тоже очень важная тема. Но хочу, чтобы каждая здесь душа могла познать Бога, получить примирение, могла приблизиться, получить усыновление. иметь общение и быть способной. Это все необходимо, дорогие друзья, для нас с вами на этой конференции. Потому что через несколько часов мы оставим это место, расстанемся, разъедемся по своим местам и церквям. И если все то, та одежда, та обувь, та влага и та пища, которая была здесь, не останется в наших сердцах и в нашей жизни, что можно сказать? Печально, да? И поэтому я хотел обратить внимание именно на верность. Когда мы оставим это место, когда мы оставим друг друга, у нас изменятся обстоятельства, условия, будут рождаться проблемы, нужды. те дети, с которыми занимаемся, занимаетесь, те нежелательные обстоятельства, ситуации. Но я хочу сказать, и об этом мы, служители, будем молиться, чтобы мы могли подражать Богу, как чадо возлюбленные. Подражать Богу в многом необходимо. Можно сказать, во всем и во всей нашей жизни. Но в данном случае и в данном прочитанном месте Священного Писания я хотел бы сказать, чтобы именно мы могли подражать Богу. Верен Бог. Чтобы именно каждая душа оказала верность Богу. Наша верность, все то, что мы слышали, все то, что мы восприняли, чтобы было исполнено, проявлено в жизни. Когда мы исследуем вопрос о верности Бога, можно прочитать некоторые места Священного Писания. В книге Второзаконие в 32 главе мы читаем четвертым стихом. Он твердиня, совершенные дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Я, размышляя об этом, просматривал именно действия и отношения Бога к своему народу израильскому. Бог дал слово Аврааму, что от семени твоего произойдет народ, и этот народ произошел, Божье слово исполнилось, и посмотрите, какой путь был этого народа. Сколько они огорчали, сколько недоверяли, сколько упорствовали. Но аналогично словам, где мы читаем в Новом Завете, неверность наша не уничижит верность Божию. К чему я это говорю? Я это говорю, что именно для Бога народ израильский, в данном случае мы с вами, сколько причиняем того, что для Бога нежелательно, начиная из мелкого нашего халатного отношения, равнодушного, подчас ленивых, не говоря о каких-то более поступках или грехах, а Бог остается верен, хранит нас, слава нашему Господу. И в этом плане мы видим в плаче Иеремии в третьей главе читаем слова. Когда Иеремия оплакывает состояние народа, он говорит, вот что отвечаю сердцу моему и потому уповаю, 3 глава 21 стиха, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощалось, оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя, Господи. Я хотел бы, чтобы именно мы могли посмотреть, оценить для благодарности в молитве насколько Бог терпелив и снисходителен к нам, насколько Его верность велика. Слава нашему Господу! Мы видим, можно бы обратить внимание на жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Все то, что встретилось на Его пути, как брат Ричард говорил, когда Бог ходил по земле плоти человека, но Его верность была настолько велика и тверда, что то, что было поручено Отцом, Он исполнил. Иисуса именно мы видим, что народ израильский плохо, если и понимал, то плохо воспринимал эти слова, хотя братья уже говорили безусловно правильно, и в народе израильском были некоторые души, которые были верны, о них говорили, приводили, но в большинстве в этой 32 главе второзакония мы читаем 20 стих. И сказал, скрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Это я не хочу и не употребляю для того, чтобы показать, что кто-то неверен, но для того, что мы будем молиться, чтобы ни одна душа здесь сидящая не заслужила такого определения. Это дитё, которой нет верности. поэтому я говорю и братья присоединяться в молитве, чтобы каждый из вас был верен в том труде, который Бог вручил. мне хотелось бы, чтобы каждый из вас или о каждом из вас было то, что читаем второй книге Паралипоминон с 31 главы 18 стих. И внесёнными в список со всеми малолетними их, женами их, сыновьями их и с дочерями их всему обществу, ибо они со всею верностью посвятили себя на священную службу. Вот такое моё пожелание для вас. Вот об этом будет молитва служителей за вас, чтобы со всей верностью посвятили себя на служение. Но вопрос верности мы видим и в Новом Завете от Слов Христа до Слова апостолов, где именно Бог хочет, чтобы оказали верность. Брат Ричард уже говорил, что именно когда нас судили, когда мы были в камерах, ну брат Ричард только слава Богу не был в лагерях, мы были в лагерях, когда не знали, что родит завтрашний день, что встретит нас в конце этапа, но Бог помог нашим служителям нам оказать верность слава нашему Богу. Это не наша заслуга. Я очень мало эпизодов рассказываю и не люблю рассказывать из своего жизненного пути, но именно были такие моменты, такие тупики, что ни внутри, ни в разуме нельзя было понять, Господи, я знаю, что Ты все можешь. И Бог сохранил до этого часа и до этого места. Слава нашему Господу! Конечно, дорогие друзья, были и те, которые не оказали верность. Я не раз приводил именно эти примеры, но я все это говорю, чтобы вы не в вузах, не в камерах, а на своем служении оказали верность. У вас, по вашим силам, по вашим обстоятельствам, будут тоже времена, когда нелегко, но вы вспомните, что Бог говорит, чтобы вы подражали Богу, Бог верен, чтобы вы помнили, что о вас говорили Богу служителя, и эта молитва принята Богом. Оказать верность Богу в труде, в служении, надо сказать, что труды служения бывают и есть очень разные. В моем понимании не важно, какой труд несет та или другая душа, тот или другой брат, а важно, как он наказывает верность в этом труде. Можно занимать высокое положение, как выражаются большие погоны, но это ничто в очах Бога, если в сердце нет общения с Богом, если в жизни не оказана верность Богу. И это созвучно со словами Господа Иисуса Христа, который в Евангелии от Луки, вы помните, сказал слова 16 главе 10 стихом «Верен в малом будет верен и в большом». Может, вы видите свое служение, никакой бы то ни было. У нас в Новосибирске мы ведем разбор беседы Слова Божия и уже, наверное, с месяц мы такими маленькими темпами движемся по 4-й главе Ефесяна. Нам одного стиха подчас хватает на 2-3 служения. И мы об этом рассуждали относительно служения, относительно труда. И мы говорили, я выражался, не важно, что ты делаешь, но важно, как ты делаешь. Или другими словами, не важно дело, важно мотив дела. можно громче меня говорить, можно громче сестры или лучше сестры регента петь, но важно, с каким сердцем мы это делаем, что побуждает нас для этого. очень важно, чтобы нас побуждало оказать верность Богу в этом положении. Мы говорили, что может искреннее сердце помыть здесь пол, быть ценнее в глазах Бога, неужели что-то великое? Я об этом отчасти говорю, чтобы вы не смотрели, что вам поручили, не выбирали себе положение. У нас Владимир Иннокентьевич, многие его знают, это с одной стороны уникальный человек. Он говорит, когда я уверовал, я сказал, ну если уж быть в церкви, то уж пророком хотя бы. я смело об этом говорю, потому что он сам говорит. Если бы он не говорил, то я бы не открывал этого. Но он сам это свободно говорит. Понимаете? поэтому, дорогие братья и сестры, друженики воскресной школы, вы смотрите на ваши отношения к вашему труду, к вашему служению. А здесь уже была, как я сказал, пища, влага, дождь проливал Господь благодати, чтобы оказали верность Богу. И последние слова этого стиха в 67 псалме говорят, я повторю, обильный дождь проливал ты, Боже, на наследие твое. Когда оно изнемогало в труде, ты подкреплял его. вот именно вот этот дождь, вот эта пища, когда вы будете изнемогать, вы вспомните, что именно вам важно оказать верность Богу и Божье присутствие при вашей молитве искренней будет подкреплять вас. Тем более, что мы готовы служителя за вас помолиться. Итак, скажем слава нашему Богу, который любит нас, который заботится, который желает, чтобы и впредь мы оказали верность ему. Поэтому вставши будем молиться, а в конце братья служителя совершим молитву.